Доброе утро дорогие друзья, это новый влог, сегодня пятница, ну а точнее пятница ягодицы, еще и пятница 13-го, но это ни в коем случае не повлияет на наш влог, мы начинаем. Сегодня такая дико туманная погода. Как говорится, финиш, алис, тру-ля-ля, сегодня разукрашивали на физкультуре, опа-наф, болиня души. Мы собрались на месте, где когда идет дождь, мы обычно собираемся. Я не понимаю, что американцам так нравятся вот эти чипсы, мне прям они очень нравятся, они просто как горячие, красители. Вот смотри, вот смотри на его. Чтобы вы понимали, я почти всех уже научил русскому и американские школьники, только мы встречаемся, сразу на русском. Друзья, я не знаю. Силу сосков? Силу сосков? Нет, силу сосков не надо применять. Они еще все знают бабушка и дедушка, я не знаю, прям бабушка распространеннее, чем русский мат. Джастин, бабушка. Грэма. Андрей. Андрей его зовут, а-а-а. Меня зовут Андрей. Видите, они все знают по чуть-чуть и немного, но знают-то, американские школьники говорят в русском. Понимаешь? А вот это местный аналог до дна, только они едят чипсы до дна. Мы, в общем-то, сейчас сразу едем на стрижку после школы, забегаю сегодня, скорее всего, к Илье в кино, идем будем встречаться, сейчас ищу зонтик и скейт взял, сейчас, 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 экстренно спешу, потому что нужно бежать в парикмахерскую, сегодня я буду лысеньким, ну, более лысым, чем обычно, скажем так. Все, зонтик нашел. Заехали на заправку, по планам дальше после парикмахерской, скорее всего, поедем, заберем или изголовье дивана или что-то такое, в общем-то, в мебельный, в центр города, после чего, скорее всего, меня подкинут обратно и мы пойдем к Илье на вечер кино, потому что, я вам рассказывал, многие собираются у Ильи. Пока что план выглядит так, все может поменяться в любой момент. Кстати, смотрите, увидели мустанг, зазоры выставлены, возможно, он был битый, но зазоры даже выставлены хуже, чем на нашем, поэтому у нас, походу, лучше, чем в заводске, ну, если он, конечно же, битый не был. В общем-то, приехали сюда, тут какие-то огромные склады и всего прочего. В общем-то, американские реалии таковы, что если вы хотите снять большое помещение, вам нужно ехать чуть ли не на окраину, на какую-то зону отчуждения. Аренда большого помещения стоит нереально, чтобы вы понимали, Икея находится далеко-далеко за городом, потому что у них пространства очень много. Сережа что-то по приколу играл и выиграл изголовье кровати, он говорит, на аукционе каком-то. Мы приезжаем сюда второй раз, он просто по приколу всякие штуки, бывает, выигрывает на аукционе. Если ликвидейтор, что значит, у кого-то что-то ликвидировали. Тут, кстати, кругом русские, только русские любят настолько халяву, чтобы играть просто левые вещи на аукционе. Смотрите, вот так выглядит их склад, нам нужно сейчас наше изголовье забирать где-то, я не знаю, здесь, но, в общем-то, на машине. Видите, тут сотни всяких товаров, интересно. Вот здесь забирают все габаритные товары, сейчас нужно дать чек и забрать. Смотрите, здесь даже есть что-то наподобие холодильника или это сейф железный, непонятно. Тумбочки какие-то, куча мебель и помимо мебели много маленьких коробочек. Вот такого она размера, оказалось, даже не тяжелый. Забрасываем и едем. Нормально. Просто белое изголовье кровати, чтобы вы понимали, в прошлый раз мы думали, что играем магнитолу на машину. Что-то за 5 долларов сыграли, приезжаем, а это просто пластиковая рамочка под магнитолу. И мы такие, блин, ехали сюда, выходит 30 минут сюда, 30 минут обратно тогда. Тогда мы конкретно попали, а сейчас вроде нормально. Пришел в Монжу Доджу, но у меня аж отменен пропуск. Сотрудники нас просто запомнили. Мы только входили, нам сразу же давали вот этот тот билетик, проход, VIP. Все, окей вроде, потому что они знали, что мы проплачиваем. И тут, короче, я вам рассказывал, что изменилось руководство. В прошлый раз поувольняли куча сотрудников, в общем-то каламбур такой. И чтобы вы понимали, я подхожу, он помнит меня в лицо, я говорю, ты меня помнишь? Она говорит, типа, да, но он не дает мне билетик. Он спрашивает имя, фамилию, а там пишется, что 2 или 3 дня назад истек срок. Я говорю, давайте я в следующий раз проплачу, типа, буквально еще на месяц, а вы меня сейчас впустите. Сейчас Рувим должен был подтянуться, и я просто хотел скоротать час перед тем, как мы поедем к Илье в кино. Теперь им нужно обязательно нажимать кнопку, что у человека есть вот этот вот проход. И теперь просто так никого не впускают, в общем-то, правила поменялись, стало все жестко. Зашел в таргет, тут где-то Рувим, сейчас надо его найти. Резкий поворот. Идя к Илье в гости, есть четкий устав, то есть, если ты идешь смотреть к нему домой кино, у него большая плазма, все дела, то убедись в том, что ты прикормку взял, то есть, типа, чипсы какие-то, попкорн, кола может. И вот нам с Рувим сейчас надо это сделать. У Ильи довольно-таки недавно появилась плазма, и это уже стало местом притяжения, куда все приходят. Какие люди! Я Рувиму говорю, попкорн нужен, а не сосунцы. Кто будет сосать твои сосуны? Второе правило дома Ильи, не жлобиться. То есть, брать на всех, потому что все берут на всех, и потом все делятся. Он сказал чего-то интересненького. Я думаю, сейчас что-то вот такое, наверное, большое, или вот такое возьмем, или попкорн найдем. Я, наверное, все-таки возьму огромную пачку чипсов. Американцы еще привыкли вообще чипсы, то есть, изначально довольно-таки жирная еда, заедать вот такими вот жирнющими добавками. Вот это сальса, это чисто мексиканская тема. Вот это, видите, сальса кон кесо. Я изучал испанский, выходит, полтора года уже, поэтому могу произнести это с неповторимым прекрасным акцентом. А вот это уже американская адаптация, это типа чесночно-луковый французский соус. Ага, есть еще всякие вот такие. Вот это очень популярная штука на Ули, по-моему, еще с прошлого раза осталась. Вот такая огромная упаковка. В общем-то, все рассчитано на то, что если вы пойдете в гости, вы просто берете такую штуку. Или вот эта штука супер популярная. В общем-то, куча разных брендов заколлаборировались и договорились, что они будут продавать 28 упаковок в одном. И тут получается 5 упаковок таких чипсов, 3 таких, 3 таких, 3 таких, тут 5 таких, 3 таких и 3 таких. И вот это вот прям выезжаете на пикник, просто берете вот такую коровку, всего за 11 долларов. И едите, кайфуете, едите, все дела. И, конечно же, возьму себе то самое, где оно. Вот оно, божественное манго, вкуснейшее. Помните, я показывал вам, что разобрали все на Новый год? Снова-таки все пополнилось, смотрите, еще в больших объемах. Видимо, у них только-только был завоз, потому что заварено все прям горами. Главное, еще выделили целый угол. Если кто-то хочет к Крисмасу подготовиться, они просто приходят. После Крисмаса, после, наверное, 27-го часа, все это, оно испаряется. За пару дней до Рождества оно все будет стоить намного дешевле, буквально. Они начнут намного скидывать. Они, видите, уже сейчас завлекают всякими штучками. Берешь 3, платишь всего 5 и такого плана. А ближе к Новому году это все будет вообще чуть ли не копеечное дело. Ну, я имею в виду не конфеты, а всякие вот такие украшения и так далее. Вроде бы, да? Все контактируют. Рувим тоже всякого классного накупил. Сейчас поедем есть и смотреть кино. Мы через час должны быть где-то у Ильи. Ну, то есть это здесь относительно рядом. Смотри, как профессионал. Видите там автосалон Elite Motors? Мы как-то были в Датчбросе и подъезжает парень на Астон Мартин. Астон Мартин это был Vantage. И Рувим такой, здравствуйте, здравствуйте. Он даже не усомнился, что это был русский. Наверное, по лицу увидел. И такой, здравствуйте, за сколько купили все дела? Да, за 70 тысяч купил Астон Мартин, владелец вот того автосалона. Так мы с ним и познакомились. Мы с Рувимом идем сначала к нему, зайдем потом к Илье. Смотрите, какой красивый дом. Тоже нарядили, прикольненько. Куча всего украсили. Я не буду заходить на территорию, потому что в США есть закон, если кто-то проникает к вам на частную территорию, вы его можете, например, с дробовика с солью по заднице. Пух, пух, пух. Поэтому, Рувим, аккуратно, не заходи. Они, по-моему, еще не все включили подсветку, не все светится, но выглядит прекрасно. Как понять, что вы живете не в самом благополучном районе? Это когда вы идете по улице и понимаете, что кому-то просто сняли колеса. То есть владелец, видимо, нашел на кирпичах свою машину и вот уже ее поддомкратил. У Васи, кстати, такое было. Он выходит утром, а у него машина стоит на кирпичах. Пришлось покупать и резину, и диски. Это у нас Акура. Непонятно, почему решили стырить именно Акуру. Но если у вас какой-то Мерседес и у вас нету, я забыл, как она называется, гайка, которая закручивается, секретка, вот, то если вам скрутили колесо, это может стоить ого-го. Поэтому секретки, если у вас дорогие диски и резина, просто 100% показаны, потому что даже здесь бывает скручивают колеса. Больше проблема здесь не скручивания колес, как скручивания, как это, катализатор, вот. Очень распространено здесь. Они потом берут, скручивают, продают за 200-300 баксов. Представьте, сколько прюсов в Калифорнии, особенно в русских районах, бедных в районах в основном, очень много прюсов. И то есть люди просто взяли по району, прошлись, выкрутили, заработали на этом 5 штук, допустим. Мы из-за этого сразу все секретки поставили, хоть у нас один катализатор сперли. Там, короче, девчонки выходят с машины, то есть у них в руках ни пакетов, ничего вообще нету. Рубим решил, что им нужна помощь, идет подкатывать. Технологии странные, но пусть будут. Туда подхожу, я вижу, что девчонки. Я подхожу, вот так вот делаю, и такой. И даже не предложил помочь. Что ты за человек? А если бы там мужики были? Если бы были мужики, то помог бы с радостью. Сексист! Вот и наши уже подтягиваются потихоньку. Хотели посмотреть кино, но оказалось, что все у Васи в школе, поэтому едем туда. Сейчас едем в школу. Никита и школа там, да? Как быстрее? Там все. Но не Никитина. Наши бывшие оба. Мы оба в ней учимся. Васяк, привет. Илья, что тут сейчас происходит? Рассказывай. Короче, там должны быть какие-то школьные танцы. Кстати, школа у них выглядит очень круто. То есть даже моя. В моей делают ремонт. Тут еще доделали ремонт. Она выглядит как колледж больше. Знаешь, вот это вот все под колледж красиво. Я тебе больше скажу. Это ее построили в этом году. Ну, в начале. В прошлом году. О, ну в общем-то, крутая школа. А там должны быть танцы. И никого нету, потому что все вышли, пришли сюда. Все тусят здесь, потому что танцы, говорят, очень вялые. Короче, тусовка в библиотеке, Илья говорит. 10 долларов. Прикинь, нужно было платить. То есть даже не для учеников. Школы. Выглядит, кстати, прикольно. По-новенькому. Это, кстати, та самая школа, где большинство учителей были русские, Илья говорит. И процентов 60 было русских учеников. Прикиньте. А сейчас они есть. И сейчас, вы прикиньте, русских учеников больше, чем американцев. При том, что это не русская школа. Обучают здесь на английском. Это все закрытое, вечеринка типа в библиотеке на втором этаже. Вообще непонятно, с какого перепуха они решили, что тут что-то должно быть. Короче, странная ситуация, но зато я могу вам показать новую школу. Вы посмотрите, все глянцево новое. Все круто. Но, кстати, минус в том, что, во-первых, учителя все русские. Но даже не в этом дело. Потому что русские учителя часто переучиваются под здешние стандарты. И получается все отлично. То есть дело даже не в национальности человека. Дело в том, что учителей, скорее всего, берут неопытных. А учителя, которые, например, в моей школе учатся, школе больше там 60 лет вроде бы. Они периодически делают ремонт, она выглядит свеженькой. Но сами учителя, многие работают по 20-30 лет в моей школе. И хороших профессионалов обычно школы держат вот прям до скончания их дней. То есть они до последнего, до пенсии их удерживают у себя. Поэтому этой школе просто нужно подождать пару лет, пока они хороших профессионалов найдут. Потому что пока что рейтинг этой школы маленький. У моей типа рейтинг вообще пушечка, потому что там самые лучшие, крутые преподаватели в округе. Рубим смог войти единственный. Я расскажу так. Нельзя сейчас о чем-то судить, потому что когда я пришел, был конец. Скорее всего, никому не понравилось, что они все на улице. Но чтобы вы понимали, мы пришли сюда, выходит, в 7.30 где-то. То есть всего через полтора часа уже все разошлись. Посмотрите на этих девушек. Смотри на эту красотку. А вот та красотка. Все, уезжаем, поконим. Прождемся на вечер. Смотрите, какая классная комната у Ильи. В общем-то, компьютерная периферия, все дела. Вот, короче, смотрите, у него подсветка по всей комнате еще и сверху включается. В общем-то, зашибись. Смотрите, как прикольно. И оно так, нативненько, незаметненько. О, смотрите, второй подтянул. Все, мы уже попрощались с ребятами. Я сегодня вызвал такси, потому что на этом я точно не доеду. Через буквально минуту приезжают уже. Ну что же, друзья, я дома. Так непривычно добираться домой вот в такое время. Потому что на скейте это минут там 35-40 примерно. А вот на машине просто раз-два и буквально 18 минут сюда ехали. Поэтому все круто. Вот такой у нас сегодня интересненький влог получился. Подписывайтесь на канал. Давайте добьем до 400 тысяч до нового года. Подписывайтесь на инстаграм. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока. Всем пока-пока.